на канал и ставить колокольчик. Приятного просмотра. Спросите, что сегодня за день? Я отвечу. Сегодня самый сложный день в году. Нет, не пятница 13 и даже не 8 марта. Сегодня первая контрольная в универе. Нам раздали двойные листочки, задания и дали 40 минут. Время пошло. Стоп, а где моя ручка? Твою мать, я не взял с собой ручку. Есть ручка. С меня пиво. Итак, задание. Вижу буквы, цифры, закорлючки какие-то. Короче, я нихрена не шарю. Но хорошо, что у меня есть настоящий друг. Сегодня я встал ни свет ни заря, потому что у меня есть настоящий друг-дебил. У Макса сегодня первая контрольная и он попросил помочь. Вы спросите, как, и я отвечу. Он попросил написать на ватмане формулы по вышмату. Ну что, настал тот самый час моего коварного плана. Извините, можно открыть окно? Да, открывайте. Спасибо. Я-то надеялся, что у меня хороший друг всегда выручит из беды и придет на помощь в любой момент. Вообще не понимаю, на что он надеялся. Он думал, я упущу шанс с него поорать? Тогда он точно лох. Чувак, да че ты обижаешься? У тебя будет еще миллион этих контрольных. А в доту как бы и поиграть надо. Пошли. Мы пришли ко мне домой и само собой взяли пиво с чипсами. Куда же без них? Чур я на мид. Ладно. Эх, прекрасная погода. Прекрасный день. Я иду прощаться с парнями навсегда. Да-да, вам не послышалось. Я прощаюсь с Максом и Мишей навсегда. За последнее время очень многое произошло, но все по порядку. Привет. Настя, здорово. Там, короче, если тебе хавчик надо, он в холодильнике. У нас в доте катка важная, поэтому часа три не трогай нас. Блин, я думала, они там задаются вопросом, куда я пропала. А им по барабану. Блин, ребят, мне надо с вами серьезно поговорить. Настя, Макс же сказал, подожди часа три. Ребят, это серьезный разговор, я уезжаю навсегда. Окей, только захвати мусор по-братски. Дебил. Боже, и с этими людьми я дружила лучшие годы своей жизни. Ладно, просто пойду домой. А куда Настя ушла? Хрен знает. Куда-то навсегда. А, навсегда. Стоп, куда? Что значит навсегда? Ура, наконец-то до них дошло. Я уже подумала, что дружила шесть лет с бессердечными дебилами. Пацаны, вы вообще ничего не замечали за мной в последнее время? Я самая счастливая. Нет, я иду гулять со знакомым. Ну все, я пошла. И что, я ей по полгода в потерях был? Короче, ребят, у меня появился молодой человек. Мы с ним уже месяц знакомы, и вот месяц общаемся. И я, кажется, влюбилась. В общем, мы с ним решили съехаться, и я переезжаю жить в Италию. О, то есть ты, получается, узнаешь, чем отличается итальянская пицца от одесской итальянской пиццы. Крутяк. Макс, ты не понял, ты, походу, Настю больше не увидишь никогда. А, не, ну тогда не крутят. А ты что нам раньше не рассказывала? А как? Мне надо было вас караулить между компом и туалетом. А ты можешь показать его фотку? А, сейчас. Счастье любит тишину, Миш. А, понятно. Он просто стрёмный. Так, проехали. У нас еще с вами есть незаконченные дела. Макс, нас с тобой ждет развод. Папа, с этого момента поподробнее, кого и на сколько баба? Блин, я буду скучать по их юмору. Ну все, я разведенка. Как-то я их по-другому представляла. Главное, чтобы не тянуло Настаса Михайлова. Ну все, Миш, можешь поздравить, я холостой. О, кто-то проставляется. Нет, нет, тогда можешь не поздравлять. Ладно, может вечерком посидим? Ну а че, наш развод отличный повод. Ты, походу, не в теме, надо как бы Настю проводить. Ладно, ребят, давайте соберемся только вечером. У меня все равно самолет утром, я как раз успею вещи собрать. Базарчик. Нам все равно на один выход. И что мне брать? Естественно, самое необходимое. Вещи я возьму здесь, в Одессе. Сто пудов там шмотки те же, только с накрутом в 10 раз. Так что только самое важное и нужное. И как это все поместить? Придется часть оставить тут. Но не выкидывать же его все. Точно, можно устроить гаражную распродажу. Так, сейчас мы от вещей избавимся и денег заработаем. Прошло 10 минут, 20 минут, 30 минут. Никого. Тогда Настя засыпает и просыпается бок маркетинга. Так, стоп. А где это мои одесские корни? А вот где мои одесские корни. Подходите, покупайте гаражная распродажа, 50% скидка на весь товар. Наконец-то, ща впарим лоху. Здравствуйте, девушка. Здрасте. А в какую стоимость подушка? Блин, эту подушку мне подарили ребята. Я ее во все поездки брала. Она мне слишком дорога, чтобы ее купил какой-то поц. А, извините, она не продается. А тогда этот набор из киндера? Черт, я его 5 лет собирала. А сколько повторяющихся было. В общем, он мне тоже очень дорог. И он не продается. А у вас хоть что-то продается? Нет. Ну ладно. Отдам-ка я лучше эти вещи Миша и Максу. Это я отдам Максу, ему точно пригодится. Этот тоже Максу, он очень хотел книг. Блин, стул шатается. Настя, подаришь мне книгу, у меня стул шатается. А что оставить Миша? Блин, даже не знаю. А, так я ему Макса оставляю. Это, конечно, не наушники и книга, но тоже ничего. Ну, привет, родная. Эй, чувак, что ты себе так много наливаешь? Не боишься, что ты опять накидаешься? Братух, я же не пьянею так-то. Да, ну, давай тогда и мне лей. Ребят, вы что, не помните, чем в прошлый раз-то закончилось? Согласен. Давайте понемножку. А за что пить будем? А помните, как Настя борщ варила? Да. Да. А помните, как нам отключили интернет? Было дело. А помните, как мы в аквапарк ходили? У-у-у, ребятки. Э, не цокайся, давайте. Да ладно тебе, Макс, не расстраивайся. Ну, мы можем созваниваться хоть каждый день по скайпу. Я же не исчезаю никуда. Рыжет, ты что? У нас за пивон закончился. Жестко идет. Блин, а что теперь делать? Магазин далеко, а расходиться вроде раны. Ну, можем частяком попробовать. Ну, давайте. Это было обычное утро. Я проснулась, почистила зубы, позалипала в ютуб в телефоне, запеликала напоминалка. Через час мне лететь в Италию. Что? Через час мне лететь в Италию? Блин, Миша, Макс, просыпайтесь. Мне через час надо быть в аэропорту. Макс, блин, вставай. Так, такси будет через 10 минут. Давайте, чтобы все были готовы. Давай, 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 давай. Миш, эту или эту? Эту. Миша, нету или это? Ты что, подс? Ты никуда не летишь. Все, я готова. Давайте спокойно присядем на дорожку. Ага. Фух. Такси приехало. Погнали. Шеф по двойному счетчику. Макс, а что ты стоишь? Я жду, короче, пока появится новый спойлер, другие колеса, другой бампер и водила новый руль себе возьмет. Ты что, придурок? Это не фильм «Такси». Садись и поехали. Беспонтовое такси. Блин, у нас там полицейские просят остановиться. Не останавливайся. Максон, есть наличка? Да, только такие. Фух, походу оторвались. Гони, шеф, гони. Блин, чуть не забыла. Короче, у меня там заканчивается через полмесяца срок аренды квартиры. Отдайте, пожалуйста, ключи хозяйке. Да без проблем. Спасибо. Спасибо. А, все, ребят, я дальше сама, пока. Че ты машешь как дебила? Ты понимаешь, что ты, возможно, ее больше не увидишь? Возможно, но я хотя бы радуюсь за человека. Она хотя бы на мир посмотрит. Где она в последний раз была? Правильно, в Умане. И то она даже туда не доехала. Согласен. Хотя, с другой стороны, кто нас теперь будет останавливать, когда мы пьяными захотим купаться в феврале? Или кто будет искренне радоваться нашим достижениям? К примеру, то, что я получу диплом. Или выиграю подряд 10к так в доте. Или научусь пердеть подмышкой. Хотя, наверное, она бы так не порадовалась. Я себе еще сказал при ее подругах, вообще плеща получу. Да помолчи ты уже, Максон. Да я-то помолчу, ну а че нам теперь делать? Я хрен его знает. И не говори, хоть со скуки в универ ходить. Вот давай договоримся, пару месяцев поживем спокойной жизнью. Вот без всех этих приключений, а? Вот только мы втроем. Втроем? Да, я, ты и дота. Ну давай попробуем. Фу, еле успела пройти регистрацию. Ну все, мне пора. Блин, еще вчера я была так рада, что уезжаю в другую страну, а сейчас понимаю, что буду скучать за всем этим. Прощайте, парни. Желаю вам дальнейших успехов. У вас все получится. Надеюсь, что мы еще со всеми вами когда-то увидимся. Пока. Да, мы их взяли. Отлично, вези их ко мне. Перед началом просмотра мы хотим предложить вам челлендж. Если на нашем канале наберется 4 миллиона подписчиков до нового года, мы снимем офигительную 30-минутную новогоднюю историю. Ну что ж, подписываемся на канал и ставим колокольчик. Да, мы их взяли. Отлично, вези их ко мне. О боже, очередной пранк от Макса. Как весело. О боже, очередной пранк от Миши. Как весело. Весело в скобочках. Ну вы поняли. Понял. Шеф, мы перехватили их возле аэропорта. Они собирались куда-то улететь. Мы надели на них мешки, чтобы они не узнали, где находится наша штаб-квартира. И еще шеф, только эти двое могут помочь нашей стране и спасти ее от катастрофы. Добрый вечер, Орлы. Задание у вас предстоит серьезное. Потому что на вас будет охотиться весь город. Максон, ты что, квест с погружением? Хорош. А что за повод? Так, это не они. Кто же это? Ну вы же сами сказали. Они будут стоять возле аэропорта. Их нужно будет перехватить. Отдавая сигнал, машут рукой. Интересно, о чем они пошли совещаться. По-любому обсуждают сумму, за которую мы будем молчать. Ох, я богат. А как ты думаешь, сколько они нам заплатят? Деталям на двоих? С чего ты вообще взял, что они нам будут что-то предлагать? Ну а как ты думаешь, что они заставят нас молчать? Не убивайте нас, пожалуйста, пожалуйста, не надо. Нам даже некому рассказывать. Мы реально никому не скажем. Если хотите, хотите, можете следить за нами. Я даже наклейку на вебке отклею. Так, пожалуйста, не убивайте. Что здесь происходило, пока нас не было? Да это нормально, Максончик у нас всегда такой. Макс, нас не убьют, я пошутил. И что это за идиотизм? Заклеивать вебку. А, толстый. Ты, наверное, подумал, что мы всем отделом садимся. И от нечего делать наблюдаем за твоим мерзким, жирным задом. А, ну... Ладно, толстячок, проехали. В общем, тема такая. Два агента, которые должны были работать вместо вас, спалились в аэропорту перед всем, кем только можно. И теперь не могут быть задействованы в деле. Сами мы тоже со связанными руками, поскольку есть в базе. Короче, мы решили, вы будете агентами. Но только на одно задание. Справитесь, получите денег. А сколько? Этого мало. Это в долларах, пупс. Еб. А если не получится? А если не получится, то всем хана. Я сейчас говорю не только о тех, кто в этой комнате. Всем хана. Ну зашибись, Настя, жизнь с чистого листа начала. Походу не успеет пожить даже. Ага, прикиньте, я агент. Старосвитский. Максим Старосвитский. Ой, давно хотел попробовать мартини с оливкой. Это что получается? У меня будет куча тёлочек теперь. Я буду утром вставать со следами помады на рубашке? А нет, тёлочки будут по утрам ходить в моей рубашке. А что ещё есть у секретных агентов? Правильно. Задача, чтобы никто не узнал, что он секретный агент. Надо маме написать вайбер, чтобы она всем на районе рассказала, что я секретный агент. А чё, нихер было говорить, что я в своей жизни ничего не добьюсь. Что нам нужно делать? Это микросхема. Ну и чё, у меня такая же выпала, когда я пульт разбил. Ну и нормально взял, изолентой перемотал и всё работало. Единственное, там это, одна кнопка западать начала, прям на том моменте, когда я мимо Хаслера пролистил. Ты-то честно, я просто клацал мимо. Эй-эй-эй, толстяк, потише. Это не просто плата. Она позволяет контролировать все тепловые станции в регионе. ТЭЦ, ТЭС, АЭС. Вполне себе безобидная вещь, если находится в правильных руках. У нас есть сведения, что за ней объявлена охота. Ваша задача отвести эту штуку в другой конец города, на доработку. Не привлекая никакого лишнего внимания. Все наши агенты рассекречены. Обо всех в отделе знают. Надежда только на вас. Ну смотрите, нам нужен Астон Мартин, чтобы у него вылетали ракеты. Были катапультирующиеся сидения, чтобы мы могли плавать под водой. А ещё нам надо автоматический стеклоподъёмник. Ну бы я вот это Манал ручкой крутить. И нам нужны крутые смокинги, как в Кингсмэре. Вся надежда на тебя. Окей, я понял, я сделаю всё, что в моих силах. Слышишь, может толстого того деньги себе заберёшь? Не думаю. Эта тёмная лошадка ещё сделает своё дело. Хорошо. А сейчас мой помощник ведёт вас в курс дела. Итак, первое. Вам нужно одеться, как обычные тинейджеры, чтобы не привлекать внимание. Что-то я не понял. А что с моей одеждой не так? Я бы в своём пошёл на задание. Максон, что тебе тут непонятно? Тебе нужно выглядеть, как обычный додик. Короче, вот, собственно, ваши одежды. Ну чё, Максон, хотел в своём пойти? В своём и пойдёшь. Итак, второе. Ваши гаджеты. А зачем нам эти часы? Это не совсем часы. Вернее, это вообще не часы. Это многофункциональный гаджет. Здесь есть всё, всё, кроме часов. В общем, надевайте их. Позже я объясню, как ими пользоваться. Главное, ничего не нажимайте. Интересно, а что будет, если я нажму на одну кнопку? Те же сказали, нихрена не трогать. Ну, ради интереса, на одну любую. Ну, давай. Блядь. Так, ребят, вы что, нажимали кнопку? Нет. Ну, так вышло, случайно. Ладно, он всё равно меня подбешивал. Тем более, через час отнимается. Вернёмся в переговорную. Третья. Капсулы Z7. А что это? В 50 раз сильнее энергетиков. После приёма вы сможете пробежать 15 километров без передышки. Ну, и ещё трое суток не спать. Вау, прикольно. Это прикинь, мы можем 3 дня подряд херачить в доту и апнуть себе рейтинг. Да хрен с нами, Макс. Ты уверен, что ком выдержит? Итак, в этот телефон мы внедрили микросхему. Это вам деньги на форс-мажорный случай. Что, толстый, не хватит, а? А-а-а-а. Этого точно хватит. Итак, это адрес. Сегодня в 6 часов вечера вам нужно успеть всё сделать. Вас там встретят. Надеюсь, это понятно. Не могу поверить, мы спецагенты. Ущипните меня. На наших плечах безопасность страны. Нужно отнестись к этому с полной ответственностью. Никаких развлечений, никаких фривольности. Только серьёзные отношения. Так, мы на тралике или на маршрутке? Мишань, куда ты спешишь? Микросхема ни бара никуда не убежит. Смотри, сейчас, час дня. Нам надо привезти товар к шести. Это значит, что? Правильно. Не надо торопить коней. Я предлагаю вкусить вот этой агентурной жизни. Давай, короче, ходить по городу и делать вид, что мы настоящие спецагенты. Это как? Ну смотри, мы можем на всех косо смотреть и делать вид, как будто мы что-то знаем. Но тут самое главное не переборщить, иначе подумают, что мы какие-то психи больные. Согласен, переборщивать нельзя. Не стоит забывать, что безопасность страны на кону. Погнали. Всё чисто. Ну тут бы я поспорил. Сука, ну ты придурок. Стой, 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 стой. Проходите, проходите. Я иду, я иду, я иду. Здравствуйте, дайте две шаурмы по-братски. Ага, какая-то собака у вас валяется. Да, вот это сегодня выдался денёк. Фу, я так устал за сегодня. Столько событий. Я даже представить себе не мог утром, что сегодня после того, как я надену вчерашние носки, потому что ну не сильно они и воняют, я стану секретным супергероем. Капец, сложно быть спецагентом. Но мне понравилось быть спецагентом. Жаль, что это разовая акция. Я бы ещё так недельку точно потусил. Может и медаль потом бы дали. Так, уже 5 часов вечера. Сейчас быстро садимся на маршрутку, отдаём товар и сваливаем домой. Ну или в доту. Да, а жалко, что такой день заканчивается. Поехали. Это, а интересно, нам дадут за это хотя бы какую-то медаль? Ну или знаешь, поставят, может, маленький памятник при жизни. Ну такой малюсенький, неприметный. Ну где-то в центре города, на Дерибасовской. Ну метров так 30, наверное. Максончик, а где рюкзак? Ну вот. Бат сука! Все, нам без... Макс, сука, что делать? Чувак, я без понятия. Кто-то звонит. Это он. На. Я с ним не буду разговаривать. Ты сам, сам, сам с ним договаривался. Алло? Ну и где вы там? Вас заждались в лаборатории. А у нас это просто некий форс-мажор, да. Только не говори, что вы просрали рюкзак. Если это так, то мне жопа. А потом моему помощнику жопа от меня. За то, что выцепил таких придурков. А вам жопа от моего помощника. За то, что вы придурки. И всем жопа. Всем. Потому что вы просрали плату. Да нет, с рюкзаком все хорошо. Мы не дебилы конченые, да? Я перезвоню. Макс, нам нужно в кратчайшие сроки найти рюкзак. Чувак, я не знаю, где его искать. Я сам не знаю. Но если мы его не найдем, то нам будет торба. Сколько у нас осталось таблеток? При началом ролика хочу вам напомнить о нашем челлендже. Если мы набираем 4 миллиона подписчиков до нового года, мы снимаем офигительную, бомбезную новогоднюю историю на 30 минут. А также не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Приятного просмотра. Задание у вас предстоит серьезное. Справитесь, получите денег. Стой, стой, стой. Проходите. Я иду, я иду, я иду. Надежда только на вас. Все, нам без. Ну, теперь хоть похоронят красиво. Ты бы, кстати, тоже подстригся. Чувак, мне звонят. Это они. Кто они? Агенты. Ну так бери, чувак, нам уже терять нечего. Нет, ты с ними общался, на. Конченый. Алло. Дегенераты, придурки, как можно было просрать микросхему? С чего вообще взяли, что мы ее просрали? Она исчезла со всех радаров. Вы знаете, что это значит? То, что у вас сломались радары? Какие же вы дебилы. Это означает, что она попала в те руки, в которые не должна попадать. Короче, я не знаю как, но вы должны вернуть схему. Сколько у нас времени? Ну, дня два-три. А если нет? Тогда я вам глаз натяну на жопу. Чувак, такие слова даже я не слышу. Идем искать. Эм, короче, всем привет. Как вы поняли, у нас полная жопа. Всю дорогу домой мы с Максом шли молча. Вообще ни слова друг другу не сказали. Нам понятно, что нужно делать, но непонятно как. Решили сделать наш штаб на хате у Рыжей. Там просто нет ничего отвлекающего. Доты, например. Да и самой Рыжей теперь. Тем более она ставила ключи и хата пустует. Нам нужно найти того, кто украл схему. И узнать, где находится этот человек. Итак, пункт первый. Нам нужно найти человека, который украл микросхему. Что мы знаем? Ну, давай подумаем. Аксон, я не могу понять, что нет никакой зацепки. Да я, походу, когда голодный, я вообще думать не могу. У меня, типа, кровь в желудок уходит и все. А я-то знаю, что у меня мозговой центр там. Но так не бывает. Я помню номера машины, которая стырила рюкзак. Ну, как это нам поможет, я ума не приложу. Ты что, прикалываешься? Нет, я по натуре. Что по натуре? Додик? Одевайся, поехали. Куда поехали? Одевайся, говорю. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим, что здесь у нас. Посмотрим. Это что, рюкзак какого-то бомжа? Здесь только одна пачка денег. Глупцы юные хотели нас обмануть. Они спрятали микросхему в телефон. Здесь очень важная для нас информация. Раскрыть, достать, доложить. Иди, у меня очень важное дело. Кавайскую или Паперони? Так это, а что у нас за план? Куда мы идем? Смотри, у нас есть номер тачки. Мы сейчас идем в полицию, и они нам скажут, кто ее владелец. Глупцы, что-то я сам до этого не додумался. Идем, да. Потому что ты тупой. Здравствуйте. Добрый день. А вы можете найти машину по ее номеру? Ну, вообще-то можем. Посмотрите тогда, вот этот номер. А вам зачем? Блин, я к этому не готовился. Извините, товарищ полицейский, но мы спецагенты. И когда выполняли прошлое спецзадание, то просрали все самое ценное. И теперь ходим, расхлебываем все, чтобы не сесть в тюрьму. А, тогда, конечно, сделаем все, что вы скажете. Ну, конечно, я ему не расскажу такое. Нужно придумать какую-то новую историю. А, так это, мы просто ехали в этой машине и забыли эту подушку, ну, чтобы спать в дороге. И вот ищем хозяина авто. Да. Ого, это у Макса так работает мозг в стрессовых ситуациях? Хотя ему придумают левые истории, как два пальца об асфальт. Ну, тогда пишите заявление, мы его рассмотрим. И не факт. Вот, вообще не факт, что что-нибудь найдем. Это, там у вас упало что-то? Где? Ну, там, там, возле стола. Это что, взятка? Вы знаете, что вам за это будет? Понял. В общем, не знаю, с кем вы там ездили. Машина зарегистрирована на каршеринговую компанию. Вот адрес. Ну, все, походу, нам не торопает. Они специально взяли каршеринговую компанию, чтобы у нас стырить рюкзаки. Мы их никак не нашли. Так, стоп. Какой рюкзак? Какой стырить? Вы же говорили про автостоп и подушку. Спасибо. До свидания. Всех благ. Шеф, важный разговор. Я занят. Ну, тут очень важный разговор. Я очень сильно занят. Блин, за тебя я все пропустил. Придется перематывать. Макс, ты можешь держать хоть иногда язык за зубами? Да сорян, чувак, ну вырвалось. Едем домой? Какой домой? Мы едем в прокат этих тачек. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вас интересует? Аренда авто? Какого ценовой категории? Мы немножко по другому вопросу к вам. А что тогда? У вас есть машинка одна, и вот нам было бы интересно, кто ее у вас вчера брал. Извините, но это конфиденциальная информация. Мы не можем вам это сказать. Так, и что мне говорить к этому штриху? Ну, этому можно, в принципе, говорить все, что хочешь. Он же обычный администратор, не из каких-то органов. Мы из спецслужбы. Тогда документы покажите. Вот как бы наши документы. Угу. Можно номерок машины? Вот, пожалуйста. Так, смотрите. Машинка была заказана на этот адрес. Радиус погрешности 100 метров. Больше информации нет, так как они воспользовались услугой анонимной авторизации. Угу. Спасибо за содействие. Нам пора идти. Это... А на кой маршрутке туда добраться? Так вы же спецагенты. Да, у нас просто это... Астон Мартин в ремонте на СТО. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Мишанин, стой. Ого. Итак, в радиусе 100 метров находится этот дом с 10 подъездами. А это значит, что в одном из них находится наша микросхема. Что будем делать? Ну, смотри, есть метод тыка. Твои предложения? Ну, будем звонить в каждую квартиру по очереди. Ага. То есть у нас 10 подъездов, 11 этажей. Это примерно 450 квартир. Это нереально. Да, кто это? Те, кто спасут этот мир. Почтальон. Кто? Я. Открываю. Это тоже вряд ли это квартира, которая нам нужна, Макс. Согласен, давай подумаем другой вариант. Угу. О, смотри, бомж. Он же здесь постоянно чилит. Он 100% что-то знает. Логично. Пойдем. Боже, Насте нет всего два дня. Что с нами творится? А если бы сейчас Настя приехала обратно и предложила встретиться? Что бы мы и ответили? Сорян, мы не можем. У нас разговор с бомжом, от которого зависит вся наша дальнейшая жизнь. Хорошо, что она этого не видит. Здравствуйте. Что вы хотите? Просто поговорить. Я не первый день живу. Кто захочет просто так говорить с бомжом? Ну, в принципе, да. Так что вы хотите? Дедуль, ты тут ничего странного не замечал? Людей каких-то важных, крутые машины. Мы тебя в обеде не оставим. Хочешь денег? Зачем мне эти бумажки? Я хочу кроссовки этого молодого человека. Что ты, что, подс? Ничего я тебе не дам. Максончик, спокойно. Дед, смотри, я тебе сейчас дам вот эту бумажечку. И ты на нее сможешь купить себе 10 пар кроссовок. Даже 15. Вы видели, чтобы хоть раз бомжа пустили в магазин кроссовок, а? А в торговый центр видели? Поэтому мне нужны его кроссовки. Спасибо тебе, дед. Максончик, спокойно. Снимай кроссы. Ничего себе, может ты с ним в связке работаешь, а? Или у вас какой-то заговор против меня? Ничего я не сниму. Макс, мы сейчас не в той ситуации, чтобы торговаться. Ну, рассказывай. Что-то неладное происходит в этом подъезде. Серьезно? А может, это еще вообще в этом доме, а? Максончик, помолчи, пожалуйста. Ну, знаете, джипы здесь ездят. Возле того подъезда ходят люди в костюмах дорогих. Угу, понятно. Спасибо, дед. Пойдем, пойдем. Классные шлепки. Так, мы выяснили точный подъезд. Осталось только проследить и убедиться в этом. Завтра с Максом будем незаметно следить за этим подъездом. А потом посмотрим, что делать дальше. Мишань, я вот что думаю. Мы узнали точный подъезд. Осталось за ним проследить и убедиться в этом. Предлагаю завтра этим и заняться. Ну, и там посмотрим, что будем делать дальше. Да, мой напарник, как обычно, позади меня. Но на то и я главный в этой операции. Ну, ничего, похвалю его. Хорошая идея, Макс. Только нам нужно замаскироваться. Опа. Хорошо, я их вижу. Вон они, пойдем. Куда сидеть? Ты что, думаешь, мы туда пойдем, и они нам обрадуются? А если у них оружие? Перестрелять к херам собачьим, все. Нужно придумать четкий план. Чего ты тут раскомандовался, а? Миссию доверяют тебе. Выбираешь ты сам, куда нам идти. Может, я тоже хочу быть главным, а? Максон, ты главный? Ну, не смеши. А, вот как мы заговорили, да? Ну, хорошо, собака. Посмотрим, кто добьется чего в этой жизни. Ну, ничего страшного. Пойдет, поплачет и вернется. Всегда возвращался. У него такое бывает. А пока нужно подумать, как проникнуть в логово этих отморозков. Пойду, наверное, в штаб, составлю план. Первый этап – проникновение. Второй – поиск микросхемы. Третий – про меня снимают фильм с Брюсом Уиллисом в главной роли. Хотя нет, я сам снимусь в этом фильме. Блин, где этот пот шляется? Ладно, похер. Все сделаю сам. Так, как там у нас мамасита поживает? Блин, может, я перегну палку? Не такой он уж и голимый. Может, пойти извиниться перед ним? Точно так и сделаю. Все-таки я не такой гордый. Ах ты ж сука, мать! Всем привет! Я хочу напомнить, что сейчас у нас проходит челлендж. Если на канале наберется 4 миллиона человек, то мы выпускаем под Новый год очень крутую короткометражку на 30 минут. Так что не забывай подписываться на канал, ставить колокольчик. И всех за вид, что подписались. Приятного просмотра! Мы с Максом стали жертвами похищения. Но слава богу, потом оказалось, что это хорошие ребята. Они нам дали задание спасти планету. И что сделали мы? Правильно, все просрали. Но нужно как-то исправлять ситуацию. Поэтому мы решили действовать. Макс решил, что я не могу быть главным. Ну, точнее, все наоборот. Это я решил, что Макс не может быть главным. И он ушел. Боже, какой кошмар. Я дружил 6 лет с ублюдком. Предателем. Мда, я за пару дней потерял двух друзей. Но Настя-то ладно. Там объективная причина. Личная жизнь. Но Макс, конечно, редкостный мудак. И почему я об этом узнал только сейчас? Здрасте, ваша пицца. С вас 200 гривен. Ауууу. Пицца приехала. Харе залипать. Не могу. Алло, у меня работа вообще-то. Да подожди ты, у меня катка. Какая? Да игру хусье скачала. Ну, заходи, зырь. А ну-ка, а ну-ка. Называется Rage of the Legends. Во-первых, офигительная сюжетка. Крутецкая 3D-графика. А во-вторых, что самое важное для меня. Она бесплатная. И много кто в нее играет. Чувак, ну вот ты как думаешь? У нее за последние полгода 10 миллионов скачиваний. И больше 300 тысяч отзывов, прикинь Так а в чем суть? Выбираешь себе чемпионов, потом сам их кастомизируешь Ну выбираешь там себе артефакты, прокачиваешь таланты Кстати, тут недавно открыли воины фракции Это просто нечто Прикольно, сейчас тоже скачаю Давай А там есть что-то для новичков? А то, ежедневный бонус в течение 90 дней Главное, качай по моей ссылке и получишь 50 тысяч монет и эпического чемпиона в качестве бонуса А где взять ссылку? Чувак, как обычно, в описании под видео Кстати, ты можешь найти меня в игре под ником RoomFactory И вступить в мой клан Сколько? 200? Сейчас принесу Мишань, привет! Пошел нахуй! Миша, походу, не в настроении Странно, может, обижается за то, что я тогда свалил от него? Ну ничего, сейчас я ему быстро настроение подыму Мишань, я тут такое сделал Ты до такого не додумался Да, чувак, ты прав, такое мог сделать только редкостный ебаклак Хе-хе, спасибо, но ты откуда знаешь, что я сделал? Представляешь, гулял тут по району, смотрю два знакомых лица Вот одно очень мерзкое, второе еще хуже И кто из вас кто вообще непонятно? Мишань, ну зачем ты так? Давай поторопимся, у нас мало времени На что у нас мало времени? Выучить тюремные загадки? Так я знаю ответ Сам на пике сяду, мам, ну на колени посажу Чувак, ну какая тюрьма? Микросхема завтра будет уже у нас Правда? Макс, ого, если бы я тебя не знал, обязательно бы поверил Чувак, стой, не веришь? Я чуть не обосрался со страха У меня сразу мысль Найти с ним контакт и внедриться к нему в расположение А что для этого нужно в первую очередь? Общая тема для разговора Окинул его взглядом Ему примерно 40 Жена, чем же ты увлекаешься? Бандана, он пират? Так, какой нахрен пират в 2019 году? Пьет эспрессо, весь в черном С похорон-то не, какая бандана на похоронах? Гладко выбрит, аккуратен Привычка, возможно бывший военный Длинный волос, мечтал сняться в рекламе Head & Shoulders Вряд ли Бинго Так, что я знаю про футбол? Ну пару раз в FIFA играл не больше Понятия не имею о чем он, но нужно пользоваться моментом Да Вы знаете, я очень люблю футбол Но только смотреть Играть я не люблю Хм, я даже на секунду подумал, что мы родственники А за кого болеете? И вот тут я чуть не спалился Скажу за Реал, а вдруг он за Барсу Скажу за Барсу, а вдруг он за Реал Или вообще за Черноморец И тут я выбрал беспроигрышный вариант Так это, я за наших Красава, я тоже за Черноморец Они, конечно, сейчас не очень Я поддерживал разговор как мог Да Раньше было лучше И трава зеленее И мечи круглее Да и поле ровнее Фух, он так и не понял, что я не разбираюсь И он предложил встретиться еще раз Сказал, что я хороший парень И ему нужны такие ребята Он сказал, что у него бизнес Но не совсем белый Потом он сказал, что приглашает меня в свою мафию И я сомневаюсь, что эта мафия Суши и пиццу на мопеде развозит Ну, короче, и вот так Из чего я должен вообще тебе верить? Чувак, да я тебе клянусь всем, что мне дорого Что я с ними не сотрудничаю А просто пытаюсь к ним примазаться Реально, клянусь всем-всем-всем Дотой, пивом, шаурмой Аргумент И пиццей, супермясо Это я уже понял Блин, Максон, если это все правда То это мега круто Да, и завтра мы вечером с ними договорились Сходить в баню Ну, там будет что-то типа посвящение Ну, и там мы с ними договорились Немного выпить Ну, как немного выпить? Ну, бухнуть Ну, как немного бухнуть? Ну, по-черному нафигачиться Ну, как нафигачиться? Это я уже понял, что дальше? Ну, они уже будут подвыпившие Я с ними закружу разговор И выпытаю, где микросхема Украду ее, и я красавчик Макс Ну, ладно, мы молодцы Макс, а как ты собираешься с ними пить, а сам не опьянеть? Блин, об этом я не подумал Ну, у нас есть сутки, чтобы придумать Ладно, Макс У нас есть сутки, чтобы подготовиться И сутки, чтобы все исправить И мы не упустим этот шанс Ну, сутки, это ж до хрена, согласен? Согласен, чувак Давай, идем по Боду через Магнуса с фантомкой Чувак, а сколько у нас таблеток осталось? На пару дней хватит А, ну, давай На Так, это не дело На кону все-таки честь страны И наша воля Ща доиграем катку и возьмемся за дело Ща-ща-ща, секундочку О, все Теперь точно доиграли Выключил ноут Макса Пора готовиться к заданию Позвонил телефон Алло? Ну что, вы нашли схему? Э, да Ну так почему она еще не у меня? Блин, ну мы ее нашли, но пока не забрали Да, и это У нас бабки закончились У нас тоже Но есть еще пару примочек Ладно, вышлем вам Спасибо Максон, смотри, что прислали Угу Это маленький микрофон и микронаушник Микронаушник в ухо, микрофон в волосы Ну тебе что я там буду тебе объяснять? А зачем волосы? Ну куда? Ну, на пуховик можно На пуховик? Ну да В баню? Блин, согласен, не подумал Подожди Да, сука, это Астон Мартин Так, ну и где наша малышка? Да, это, конечно, не Астон Мартин Ладно, проведем засаду в нем Я буду сидеть в фургоне, пока ты будешь в бане Чуть что, будем тебя эвакуировать Договорились, напарник Ладно, пойдем посмотрим, как работают наушники Прием, прием, как слышно? А ну скажи чуть погромче Прием О, так нормально Ай! Что, что, что такое? Взорвалась Максончик А зачем мне это? В смысле, это же идеальный способ пить и не пьянеть А, это поэтому ты в универе, когда бухал, ты никогда не пьянел А потом всем одногруппникам на утро говорил, что они слабаки, да? Так, проехали Я знаю, что на 10 килограмм веса нужно пить одну таблетку Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Раз, два, три, четыре Четырнадцать Да Так, простыня, тапочки, все в сумке Наши позывные Я дупло, ты выхухоль Макс, и прошу тебя, без фейлов Это наш последний шанс Боже, дай сил мне и Максу справиться с этим делом Блин, нужно как-то замаскироваться А то будет странно, что я сижу в фургоне просто так О, то, что нужно Ну-с, спасибо Ну, удачи, брат Только обещай, если со мной что-то случится, ты присмотришь за моими детьми Дебил, у тебя нет детей Да, ну, тогда хотя бы засетом на джагул в доте Обещаю Здравствуйте Здорово Приятного аппетита Проходи, садись Представься перед братвой Вот сейчас очень важно Не говори свое настоящее имя Придумай что-то другое Я Толик Толик Синичкин Боже, Макс, какой ты тупой Какой Толик Синичкин Они сейчас подумают, что ты приехал из Яралаша Идиот Ах, хорошо Это, что мы в баньке вообще собрались-то, а? Так здесь тепло И чисто И микрофон не спрячь Не в задницу уж ты его себе засунешь Не в задницу Ну что, начнем твое посвящение в банду? Какое посвящение? Та-ра-та-ра-та-ра-та Речь держала папа Злали ее Мурка Хитрая и смелая была Мурка, ты мой муреночек Мурка, ты мой котеночек А чем вы еще занимаетесь? Да так разным То здесь, то там Прикольно Я, походу, давно в вашей банде Не Ты должен ответить На очень важный вопрос И ответить очень откровенно Ты Спанчбоба смотришь? Че? Спанчбоб, квадратные штаны Он бешеный Походу, сценаристы писали планктона с меня Сейчас начнется Мы идем Присоединяйся Выхухоль Что? Это дупло, как обстановка Да, все нормально, Мишань Они уже подвыпили Мне кажется, через часик микросхема будет у нас Отлично, я рад Знаешь, я вообще думал, что мафия Это что-то серьезное Это какие-то чебурашки Я просто в шоке Мне вообще кажется, что это не они у нас украли микросхему Эти прям очень тупые Ладно, давай Я к ним в баньку До связи Так, надо водички взять No, woman, no cry Везите его к нам Парилка отменяется Нам есть о чем поговорить Алло, дупло Дупло нам, жопа Дупло, прием, прием, прием Дупло, дупло Ребята, всем спасибо за просмотр Всем привет Я хочу напомнить, что у нас на канале проходит челлендж Если до нового года наберется 4 миллиона подписчиков То мы сделаем 30-минутную крутую серию Да, и еще, если за 24 часа наберется 24 тысячи подписчиков То я Макса в следующем ролике побрею на лосо Я все сказал А, да, приятного просмотра Мы с Максом стали жертвами похищения Но слава богу, потом оказалось, что это хорошие ребята Они нам дали задание спасти планету И что сделали мы? Правильно, все просрали Но нужно как-то исправлять ситуацию Поэтому мы решили действовать Макс решил, что я не могу быть главным Ну точнее, все наоборот Это я решил, что Макс не может быть главным И он ушел Макс меня предал Вот гнида Но вскоре оказалось, что это тупая башка, на что я способна И он внедрился в банду Основательно подготовившись, Макс отправился на встречу под прикрытием И все шло гладко До одного момента Везите его к нам Парилка отменяется Нам есть о чем поговорить Алло, дупло? Дупло нам жопа Дупло, алло Алло, прием, прием, прием Дупло, дупло, дупло Выпухаль Сука, сука, сука Макс, идиот Не хватило совсем чуть-чуть Надо что-то делать Нужен четко продуманный план Времени на продумывание нет Поэтому нужен хоть какой-то план Думай, Миша, думай Алло Говно, ублюдки Если вы удумали просто забыть про микросхему То хочу вам напомнить, что вы не на втором курсе И это не сессия Просто забить хир и надеяться, что все как-то порешается Не получится Завтра к утру все должно быть на месте Ясно? Ясно, ясно У нас все по плану Завтра микросхема будет у вас По какому нахрен плану? По плану мы не должны были давать чип придуркам У которых его отзаберут другие придурки Мы не придурки Завтра все будет у вас Все, завтра к утру Жду вас с хорошими новостями Хорошо Господи, какой ты мерзкий Так, сначала я хотел четко продуманный план Потом хоть какой-то Но времени, как обычно, нет Поэтому наш стандартный план Импровизация Опа Что за мода на дурацкие фургоны? Точно такая же рухля Подъехала, как и возле бани стояла Забей У этих людей, чтобы никогда не было нормального вкуса Не то, что у меня Итак, задача немного усложнилась Раньше мне надо было вернуть микросхему А сейчас микросхему и Макса Исходя из моего на скорую руку составленного плана Мне нужно найти на каком этаже их квартира И спуститься на этаж ниже Такую же квартиру Так, ну вроде бы она Все же правильно На этаж ниже, чем та квартира, которая нам надо Здравствуйте У вас тут в подъезде проблемы с канализацией Ну и меня, собственно, отправили их уладить Так что, как говорится Разрешите посмотреть ваш туалет Ларис Прикинь К нам Супер Марио пришел Ты шо, чекушку нашел? Заходи Да, я не тот, за кого себя выдаю Но мне нужна была наша микросхема Ну, то есть, это ваша Ну, то есть, это их микросхема Которая потом стала наша И потом стала ваша Что? Блин, я уже сам запутался Ну, короче, их микросхема, которая была наша Ха, та микросхема? Да Забудь про нее Она никогда больше не будет вашей Боже, не засчитывай мне это за грех Это все ради благого дела Как бы меня не проклинали все жители этого дома Операция начинается Все, я там совсем разобрался Так что, провожать не надо Дверь закрою сам Ну, давай До свидания Понял Шеф, мы полностью исследовали микросхему Принеси мне ее Шеф, вот микросхема Да, там херня какая-то Где? В туалете Пойду открою Здравствуйте У вас тут в подъезде проблемы с канализацией Вы меня, собственно, прислали их уладить Так что, как говорится Разрешите посмотреть ваш туалет Действительно там какая-то хрень творится Каждый раз, как я, ну, это самое Бумага кончается Это можно исправить? Пойдемте Кто это там пришел? Здравствуйте Я тут вашему помощнику уже говорил У вас в подъезде проблемы с канализацией Ну и меня, собственно, отправили их устранить Так что, как говорится, разрешите посмотреть ваш туалет Хорошо, посмотрите Ага Куда, да? Хорошо Да, ребят, у вас там, конечно, запущено, ого Ну, вставайте, давайте, пойдемте Расскажу, покажу, что к чему Пойдемте Ну что там? А вы что в этом ничего не понимаете? Нет Подойдите, посмотрите И что? А, понятно А вы подойдите, посмотрите Ну что? Нет? Ближе посмотрите, все просто, ребят Макс, подай схему и валим Макс... Макс, стой! Сука! А ты ж, сын Игрушечный? Нет А ну докажи Я все равно вас найду Чувак, ты два раза в воздух стрельнул Откуда у тебя пистолет? Куда я мог знать, что у этого поца алкаша в сумке боевой ствол? Все, я сейчас быстро переоденусь и гоню Шеф, трогай Это зачем мы в такси пересели? Чтоб сменить тачку А зачем? Ты что, забыл, как мы их вычислили? А, ну да, понятно Подожди, а что мы едем ко мне домой? Чтоб ты переоделся Чувак, я манал ехать в лабораторию с эксгибиционистом Максончик, а не слишком ли скромно? Нет, я как бы сегодня спецзадание выполнил Ну только ты помнишь, что не ты, а мы Стоп, где микросхема? Сейчас А, вот Пойдем Малышка, агенты Старосвитский и Шевчук тебе что-то говорит? Вам на второй этаж? На цифрах Да? Спецагенты Старосвитский и Шевчук принесли микросхему Спасибо Можете быть свободны Эээ, стоп, стоп, подождите А как же там медали, грамоты, памятник в центре города? За что? Эээ, ну как? Ну, выполненное задание Это то задание, на которое требовалось 3 часа А вы потратили 3 дня Это, да там просто маленький форс-мажорчик был Ну вот поэтому вы больше никогда не будете спецагентами Ну ладно, пойдем, Макс Ну пожалуйста, пожалуйста, дайте прокатиться на Астон Мартине, пожалуйста Ну чуть-чуть, дайте, дайте, пожалуйста Нет Больше я не буду у вас работать Давай вали отсюда уже Короче говоря, мораль Не связывайтесь со своими братанами в траблы Но если уже ввязались, то идите до конца Не предавайте друг друга И стойте друг за друга горой Сука, жалко, конечно, что на Астон Мартине я так и не покатался Ой, не, ну конечно, каточка была потная Я вообще думал, что мы в лейте пройдем